Девушки отдыхают У меня тоже есть жена и тоже есть ребенок Отвечаем четко на мои вопросы Чита пенсионеров приобрела холодильник в рассрочку Товар был доставлен с нарушением правил Покупатели не стали предъявлять претензии Пожалели грузчиков Эта доброта обернулась настоящей трагедией для семьи К сожалению, прямых только предположения Только предположения поведения и разговора К сожалению, к счастью, предположения не являются Допустим доказательствами для отставивания своей позиции в суде СМИ узнали о смерти дочери высокопоставленного чиновника От передозировки наркотиками Врачи не успели ее спасти Но кто слил информацию журналистам? Почему крайним оказался диспетчер скорой помощи? Она в этой комнате с своим дедом всю жизнь прожила Купить у благообразной старушки большую просторную комнату с балконом И после обнаружить, что ее заняли соседи Это никуда не годится Старушка оказалась аферисткой? Нет, все не так просто, как кажется Истец требует взыскать неполученную сумму по договору купли-продажи товара в рассрочку Ответчик иск не признает Подает встречный иск и просит расторгнуть договор купли-продажи холодильника Судебное заседание объявляется открытым Слушается дело по иску индивидуального предпринимателя Корюшкина Сергея Петровича К ответчику Романовой Дарьи Ивановне О взыскании недополученной по договору купли-продажи товара в рассрочку суммы В размере 7700 рублей По встречному иску Романовой Дарьи Ивановны О расторжении договора купли-продажи холодильника Купленного в рассрочку И взыскании 5700 рублей, уплаченных по договору А также компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей Верно? Верно, верно Так, давайте по первоначальному иску разберемся Сергей Петрович, пожалуйста, обоснуйте свою позицию Ваша честь, я прошу взыскать сумму в размере 7700 рублей По договору купли-продажи Я являюсь индивидуальным предпринимателем У меня в своем городке есть свой небольшой магазинчик Мы занимаемся, как вы уже поняли, продажей бытовой техники Я являясь директором этого магазина Сделал небольшой подарок жителям нашего города Возможность приобретать в моем магазине товары в рассрочку Без любых банковских кредитов Это очень удобно И мне, потому что товар расходится быстро И людям, потому что ежемесячные платежи, но они минимальные Вот, Ваша честь, Дарья Ивановна, также являлась клиентом моего магазина И буквально месяца три назад она приобрела в моем магазине холодильник Приобрела его в рассрочку сроком на полгода Стоимость холодильника составляла 13400 рублей Первоначальный ее взнос был 1300 рублей Ежемесячный платеж по договору составлял 2200 рублей Все это указано в договоре купли-продажи Она его подписала В тот же день, буквально в тот же день После покупки холодильника Мои люди, мои сотрудники моего магазина Доставили холодильник по адресу, где проживает Дарья Ивановна И я прошу Вашей честь обратить особое внимание на то Что при доставке холодильника Дарья Ивановна подписала накладную приемки товара Где черным по белому было написано При доставке холодильника? Я не знала, что ваши ребята мне... Что холодильник был принят без видимых визуальных дефектов Прошу это суд учесть Да ребята меня просили, рабочие и ваши, чтобы я... Через приставы акт передайте Чтобы я подписала вот эти вот бумаги Да я не смотрела, что там написано Я подписала эти бумаги, потому что поверила ребятам Дарья Ивановна, вам в телевизоре, в газетах каждый день Постоянно черным по белому и русским языком говорят Читайте, что вы подписываете Я не был у вас лично и лично вам этот холодильник не привозил Откуда я могу знать, что вы с ним там делали? Двигали вы его, гоняли Истец Так, ответчик, пожалуйста Вы иск не признаете, предъявляете встречный иск, правильно? Нет, нет, я не признаю иска Я подаю встречный А, и свой встречный предъявляете иск Давайте, обосновывайте свою позицию И я прошу расторгнуть договор о купле-продаже в рассрочку холодильника И я еще прошу, чтобы мне вернули мои 5700 рублей И прошу, чтобы еще 50 тысяч за моральный ущерб мне вернули Давайте теперь разберемся, почему вы требуете А сто тысяч, мам, не вернуй Истец У меня семьи нет, ребенка нет Истец Пожалуйста, ответчик, слушаю вашу позицию Мы зашли в этот магазинчик Вот, и тут вдруг подскакивает продавщица И говорит, нам привезли замечательные холодильники Ну, и, в общем, мы с мужем посоветовались Немножечко отошли в сторонку, поговорили И так вот прикинули Вот его пенсия, моя пенсия И, в принципе, как нам обещали, что мы будем платить 2200 в течение 6 месяцев И у нас там переплата получается всего 200 рублей И мы подписали этот договор о купле-продаже Ну, в смысле, вот нам Ну, в общем, мы подписали этот договор о купле-продаже вот этого дурацкого холодильника Который нам всю жизнь потом искалечил Нам на завтра привезли этот дурацкий холодильник Но у нас хрущевка, у нас старые дома И там, ну, вы знаете хрущевки, да? Там вот эти вот проходы, лестницы, они очень-очень тесные В коробке его было невозможно принести Его в пленке Он был в пленке И когда нам его принесли, вот, в пленке, без коробки Его поставили на кухню Потом сняли эту пленку А муж заметил, что там вот эти вот трещины Ну, не трещины, а царапины Так если вы заметили сразу визуальный дефект Почему вы подписали на кладу и на кладу? Да мы не подписывали, не подписывали Просто ребята, которые вот эти рабочие, которые принесли этот холодильник Они попросили, мы хотели сразу поменять холодильник Мы им сразу сказали, что мы этот холодильник не хотим, не возьмем Потому что вот трещины Мы им даже показали вот эти трещины Царапины Они говорят, они говорят Ну, маленькие трещины, не звоните в магазин А то у нас вычтут всю сумму за холодильник из наших зарплат У нас маленькие дети Они нам так сказали Они нам так сказали Что вот вычтут у них всю зарплату Ну, у меня муж очень такой чувствительный человек, добрый Вот он говорит, да ладно, говорит Дашка, давай оставим холодильник Ну что там, сколько нам осталось жить Мы там заклеим и все будет хорошо Ну и все, и ребята какие-то бумаги нам дали Да, и они еще сказали Холодильник включайте через 4 часа Ну, мы так и сделали Через 4 часа мы включили холодильник И? И он, ну, в смысле свет включается, а он не работает Мы ждали час, два, мы все ждали Что значит не работает? Не охлаждает? А? Нет, 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 не охлаждает Он не охлаждает Мы позвонили там, пришел на завтрак человек Вот, и сказал, что, ой, я не помню, как это называется Вот это вот, которое То есть холодильник неисправен? Неисправен 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 Потом, потом вот приехал, значит, это самое товарищ Пришел и говорит, так, это вы испортили холодильник Вы неправильно его эксплуатировали Да не говорили, что вы его испортили И эксплуатировали, а мы его вообще не эксплуатировали Вообще, мы только включили Вот вот эти вот царапины, говорит, вы специально поцарапали И какую-то ерунду стал говорить Но дело даже не в этом У меня муж, больной человек, ему стало плохо Ему стало плохо, ему вызвали скорую помощь Он получил инсульт Он теперь лежит Простите меня, пожалуйста, но я не врач Я должна за него указывать, отвечать папе Ваш муж, пожилой человек, инсульт можно получить от чего угодно Нет, нет, он получил инсульт именно от того, что вы плохо Успокойтесь, пожалуйста Да потому что вы сразу, сразу Вы начали нас унижать Он от этих переживаний, мой муж получил инсульт Извините, пожалуйста, извините, я очень нервничаю Да вы знаете, что я вообще на валидоле сижу У меня сердце больное Успокойтесь, пожалуйста, нам тут еще вот вашего инсульта не хватало Да это меня просто возмущает, такое отношение к людям Так, истец, что, почему не отремонтировали холодильник? Ваша честь, я подтверждаю Вы признаете, что холодильник был неисправен? Да, конечно, я признаю Была проведена экспертиза Вы знаете, что холодильник определен законом К перечню технически сложных товаров Да, Ваша честь Экспертизой было признано, что брак холодильника действительно был Но брак этот заводской Просто если брак заводской, Ваша честь Мы можем полностью сделать гарантийный ремонт За счет фирмы и вернуть покупателям исправленные товары Ответчик выразила желание расторгнуть с вами договор и вернуть деньги Да, я хочу расторгнуть Товар ее не выражала Ваша честь, вы можете вести порядок? Мы ее прекрасную актерскую игру, мы уже выслушали здесь Я тоже отец, и у меня тоже семья, и у меня тоже есть жена, и тоже есть ребенок Отвечаем четко на мои вопросы Что в итоге с холодильником? Ваша честь, была проведена экспертиза В которой были выявлены заводские дефекты Вы признаете, что холодильник был неисправен? Да, я признаю, что холодильник был неисправен Почему не произвели ремонт? Ремонт был произведен Я не соглашался принимать его обратно, поскольку он имел ненадлежащий вид Суд удаляется для принятия решения Прошу всех встать! Далее в программе К сожалению, прямых только предположения Только предположения К сожалению, но, может быть, к счастью, предположения не являются допустимым доказательством для отставления своей позиции в суде Свою невиновность в суде доказывает диспетчер частной скорой помощи Она якобы рассказала желтой прессе о настоящей причине смерти дочери высокопоставленного чиновника Передосировки наркотиками Но так ли это на самом деле? Она в этой комнате с своим дедом всю жизнь прожила Ей на производстве От производства дали квартиру Да они ее довели, поэтому бедная бабуля Она сама кого хочет дать ее в комнату Давайте идти Комната или доля в квартире Какая, казалось бы, разница? Но разница есть Особенно если соседи только и ждут, как бы отхватить у незадачливого покупателя комнату побольше Оглашается решение суда Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора Оценив совокупности все представленные сторонами доказательства, решил В удовлетворении первоначального иска о взыскании задолженности по договору купли-продажи в рассрочку отказать Встречный иск удовлетворить Расторгнуть договор купли-продажи холодильника в рассрочку, заключенный между сторонами Взыскать с индивидуального предпринимателя Корюшкина Сергея Павловича в пользу Романовой Дарьи Ивановны У выплаченную по договору купли-продажу сумму в размере 5700 рублей В счет возмещения морального вреда 10 тысяч рублей Суд отказывает в удовлетворении первоначального иска и удовлетворяет встречный по следующим основаниям В соответствии с положениями статьи 18 закона о защите прав потребителей Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом В праве отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата, уплаченный за товар суммы Судом установлено, что между сторонами был заключен договор купли-продажи холодильника в рассрочку Ответчик принял товар без видимых повреждений Однако, как следует из заключения экспертизы, ИСТЕС поставил ответчику товар ненадлежащего качества А именно холодильник с существенным недостатком, поскольку он не исполнял своей основной функцией в виде охлаждения Поскольку ответчик имеет право отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата суммы за уплаченный товар Независимо от желания продавца произвести ремонт и возрастить товар покупателю Суд не находит оснований для отказа в удовлетворении данного требования потребителя Поскольку в соответствии со статьей 15 закона о защите прав потребителей Сам факт нарушения прав потребителя является основанием для взыскания компенсации морального вреда Суд заискивает с индивидуальным предпринимателя нарушившего права потребителя компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей Поскольку требования ИСЦА о возврате уплаченной за некачественный товар суммы в добровольном порядке индивидуальным предпринимателям выполнены не были То в соответствии с пунктом 6 статьи 13 закона о защите прав потребителей Суд заискивает с индивидуального предпринимателя в пользу ИСЦА по встречному иску штраф в размере 50% от сысканной по договору суммы, а именно 2850 рублей Сторонам решения суда понятно? Да, Ваша честь Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда В иске отказать Встречный иск удовлетворить Я думал, что в нашей стране все-таки существует какая-то поддержка малого предпринимательства, но оказывается, что все не так просто, но ничего страшного, займу денег, расплачусь с ответчиком и буду дальше выстраивать свой бизнес Я очень рада, что теперь не будет этого дурацкого холодильника Этот холодильник нам принес столько горя Я рада, что есть порядочные люди добрые, и вот я сейчас поеду домой к мужу и буду его лечить И вы, нарушив закон, отказались от заключения основного договора Здесь открываются такие подробности Я там увидел отвечесу, которая лежит на кровати в костюме красной шапочки Пошел муж В костюме дровосека? Здесь смех и слезы Чтобы эту взять расписку, он пытал моего отца Здесь делят деньги Либо будете порядок в судебном свидании соблюдать, либо пополнять бюджет государства С понедельника по четверг Истец просит признать перевод на другую должность в качестве дисциплинарного взыскания незаконным и восстановить на прежнем месте работы Медицинский центр в лице своего представителя иск не признает Судебное заседание объявляется открытым Слушается дело по иску Белоусовой Анны Степановны к медицинскому центру Здоровье Плюс Дисциплинарного взыскания и восстановлению на прежнем месте работы Данная категория дел рассматривается с обязательным участием прокурора Представитель прокуратуры присутствует в зале? Присутствует В качестве представителя-ответчика заявлен Золин Игорь Павлович Доверенность на представление интересов будет любезна через судебного пристава Так, Анна Степановна, слушаем обоснование вашего риска Ваша честь, я была незаконно переведена на другую должность С должности диспетчера на должность фельдшера, который должен ездить на вызовы Случилось в мое дежурство несчастье Умерла молодая девушка высокопоставленного чиновника Поступил вызов от мужчины Он сказал, что в квартире умирает девушка молодая от передорозировки наркотиков Назвал адрес, но при этом сам он не представился Я его предупредила, что у нас коммерческая структура И вызов стоит от 5000 рублей Спросил его, как это будет оплачиваться И он сказал, что никаких проблем не будет, все будет оплачено Я отправила бригаду врачей на этот вызов Они приехали, место, кстати, было очень заброшенное В квартире никого не было, кроме вот этой молодой девушки Девушка уже была в вагоне И, к сожалению, ее спасти не смогли Но после этого, как и положено Бригада вызвала полицейских, дала показания Все это оформили и возвратилась уже на базу Ну, я вот хотела бы еще уточнить, что вот в обязанности диспетчера Ну, у него очень много обязанностей И входит в том числе, значит, он вот оформляет так называемую карту В которой, значит, указывается адрес и, значит, сведения о больном Вот, после этого, после того, как вызов заканчивается Бригада эту карту возвращает, значит, на место После этого карту эту проверяет старший врач После этого я должна, как диспетчер, оформить ее для предоставления в бухгалтерию Но самое интересное, что карта эта потерялась, она исчезла Ее не могли найти практически сутки Сутки ее искали, потом она оказалась, ее, значит, нашли А через двое суток, через двое суток в прессе оказалась фотография этой карты И статья о том, что вот эта молодая девушка Очень высокопоставленного человека умерла не от сердечного приступа Как было заявлено, а от передозировки наркотиков Вот, причем девушка эта еще, плюс ко всему, являлась, значит, президентом фонда помощи детям Естественно, разразился дикий совершенно скандал Вот, начали искать крайнего, ну и нашли в моем лице Конечно, вы хотели заработать Мне было предъявлено, значит, дисциплинарное взыскание со строгим выговором Вот Ну, вышел приказ А через два дня вышел второй приказ О моем переводе с должности диспетчера на должность фельдшера по вызовам Но я по состоянию здоровья не могу ездить на вызовы Вот То есть к вам было предъявлено два дисциплинарных взыскания Два дисциплинарных взыскания, все абсолютно верно За якобы один простой, правильно? Да, да Так, мне, пожалуйста, ваш трудовой договор Пожалуйста, трудовой договор И приказы о дисциплинарном взыскании Я переводю вас на другую работу Ну, вот и в связи с этим, конечно же, ваше честь, я прошу признать Это незаконно Может, позиция понятна всюду Отвечи, пожалуйста Вы иск не признаете? Я не признаю иск Вы возражаете? Я являюсь начальником диспетчерской службы скорой помощи И тут уже дело идет немного по-другому Мы всегда формируем в нашем коллективе морально-этические нормы Здесь они были полностью нарушены И мы считаем, что Анна Степановна нарушила морально-этические нормы Тем, что опубликовала И у нас даже есть такое предположение, что она продала средством массовой информации Эту запись А доказательства-то у вас есть? Пока нет, к сожалению, но мы постараемся Не доказательства, тогда вообще о чем разговаривать? Постараемся их найти Это ваше мнение? Вы считаете, что естественно явилось причиной того, что зашла утечка информации из вашей организации? Но есть факты, которые на это указывают Поскольку скорую помощь никто не оплатил Вызов скорой помощи Мы вызвали с руководством Анну Степанну И сказали, что если никто не оплатит, то мы взыщем с вас И она, желая отомстить таким образом всем И руководству, и нашему холдингу у нас могут отобрать лицензию, в конце концов, на оказание медицинских услуг Она продала эту информацию корреспондентам Поскольку я являюсь начальником диспетчеров Я слышал, как они говорили, сколько стоит подобного рода информация Она стоит от 50 тысяч рублей Мы не можем разглашать врачебные тайны о наших пациентах Поэтому мы перевели Анну Степанну на должность фельдшера скорой помощи Чтобы она не имела доступа к данной информации То есть вы ее перевели, применили дисциплинарное взыскание в виде перевода с одной должности на другую Да Именно из-за тех обстоятельств? Да На основании ваших предположений? На основании моих предположений Чтобы фичка информации произошла по вине Да, потому что она первая приняла вызов, она обрабатывала этот заказ То есть, подождите секунду Сначала вы объявили выговор ей И через несколько дней вы перевели ее с одной работы на другую С одной должности на другую, правильно я говорю? Да, именно так Поскольку информация должна оставаться конфиденциальной Но доказательств того, что это произошло по вине истца, у вас нет? К сожалению, прямых только предположения Только предположения поведения и разговора К сожалению, может быть, к счастью, предположения не являются допустимым доказательством Для отставивания своей позиции в суде Согласен На будущее Согласен Хорошо, ваша позиция тоже понятна Суду, естественно, у вас свидетель заявлен Да, да, у меня заявлен Давайте допросим вашего свидетеля Пригласите, пожалуйста, свидетеля истца Свидетеля истца, войдите Свидетель, представьтесь, пожалуйста Здравствуйте, меня зовут Анна Васильевна Головина Здравствуйте, я тоже в этой компании работала Анна Васильевна, вы приглашены в данное судебное заседание в качестве свидетеля для дачи показаний. Суд предупреждает вас об ответственности за отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний, предусмотренной статьей 307-308 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пожалуйста, что можете по делу показать нам? Вы знаете, по делу скажу все, мне нечего врать. Я знаю, что истец обращалась к другим диспетчерам, которые уволены, и многие отказались. Но я не боюсь, я полтора года назад пришла в эту же компанию работать, 4 месяца ко мне не было, никаких вопросов, никаких нареканий. А потом вдруг раз меня увольняют. Увольняют не просто так. Увольняют по статье несоответствие занимаемой должности. Вот я специально принесла приказ. И увольняют тоже в связи со скандалом. Вдруг, внезапно в прессе появляется статья о том, что, ну, не буду пересказывать, в очень неприглядных красках рисуется один известный глава большой компании. Просто вот не хочу называть ни названий, ни имен, ни фамилий. И происходит расследование. И выясняется, что крайний, как всегда, диспетчер. Понимаете? Опять же, возник разговор о том, что я передала информацию, о том, что я продала журналистам. Хотя диспетчер к этим людям не имеет никакого отношения. Я сижу на телефоне, я координирую деятельность. Я в лицо не видела этих людей, этого коммерсанта, бизнесмена, как его назвать. Мне говорят, что я его сфотографировала в разных видах. Я это все продала журналистам. Я ушла в очень нервном состоянии. Вы знаете, с такими рекомендациями год мне могла устроиться на работу. Дело в том, что когда Анна мне всю историю свою рассказала и показала эту публикацию, понимаете, мне стало странно, что в таком же издании, вот я специально вам прошу передать, если можно, через пристава, посмотрите, вышла эта статья, по которой меня сделали виноватой. И рассказали, что якобы я продала эту информацию. Мы ваше восстановление на работе сейчас не рассматриваем. Вы у нас в качестве свидетеля. Даете показания. Но ИСЕЦ тоже якобы этому же изданию продал. Вы понимаете, такое чувство складывается, что у нас у диспетчеров трафик. И все ждут, когда появится очередной диспетчер и продаст какой-то компромат. Именно так, Анна Васильевна. Именно так. Потому что вы не хотите работать, вы хотите только продавать информацию об известных людях. То, что они наркоманы, бездельники, пьяницы. Что же вы тогда на работу диспетчеров берете, которые продают информацию? Ваша честь, можно? Ваша честь. Вот вопрос к вам. К сожалению, невозможно угадать человека, вот сразу увидев его. У нас есть инструкция, в соответствии с которой должен работать диспетчер. И он ни в коем случае не должен никому передавать. Ответчик, вот сейчас все ваши доводы основаны на ваших предположениях. Вы знаете, у нас есть еще ответственность, предусмотренная за преступление, которое называется клевета. Ответственность уголовная. Вы осознаете это, вы находитесь в зале суда. Я осознаю, осознаю. И вы сейчас обвиняете людей на основе своих предположений. Только на основе своих предположений. Вот это и называется клевета. Доказательства у вас этого нет. Ваша честь, можно мне еще добавить буквально несколько слов? Я, ну, в силу того, что со мной вот это произошло, я должна же была как-то отстаивать свою честь, свою, ну, профессиональную репутацию. И, естественно, я занялась, ну, такой детективной, что ли, если можно сказать, деятельностью. Вы еще, Роман, расследование свое провели. Да, да, я провела свое расследование и выяснила, в общем-то, несколько моментов таких, первые моменты очень, ну, таких интересных. Игорь Павлович в этом учреждении работает три года. До этого у него была, он снимал квартиру. А за эти три года он приобрел роскошную квартиру. Вот я там фотографии приложила этой, ну, не квартиры, естественно, на дом, в котором он живет. Вот это первый момент такой, пикантный. А второй момент, за три года, которые он работает в этом центре, сменяемость, то есть текучка диспетчеров в 23 человека прошло. То есть я была 24-й. Потому что лентяйки, лентяйки. Все 24 человека. Вы приходите за легкой наживой. Зачем мы приходим? За легкой наживой, за легким заработком. Может быть, Игорь Павлович думал, что я, как говорится, смирюсь с этим. Так же, как все эти вот 23 человека. А я, ну, я такой человек, который, ну, как-то очень переживает за такое вот... Не искрится. Ну, как так? Хотя у меня возраст уже такой, недалеко мне до пенсии, но тем не менее. Ну, как так уходить с такой репутацией? Я же не могу этого позволить. Хорошо, а результатом-то вашего расследования что стало? Какие-то доказательства-то вы собрали? Ну, доказательства нет. Ну, вот то, что только это свои эмоции, я понимаю, что это эмоции. Сейчас, истец занимается ровно тем же, что и ответит. Единственное доказательство, вот человек, свидетеля я нашла, ну, который согласился дать, потому что все остальные... Вот нам свидетель показал, что лишь некоторым временем ранее были обстоятельства такого же характера. Такого же характера, к сожалению, да. Доказательства того, что вы обвиняете в чем-то ответчика, у вас так же нет? Нет, я не обвиняю его, я только вот говорю, что вот у него так... Хорошо, еще у сторон есть что-то дополнить? Ваша честь, ну, квартиру, квартиру я взял в ипотеку. Да, мы не рассматриваем сейчас вопрос про вашу квартиру. А что, что это есть дополнить? По делу, по существу дела нету. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Она в этой комнате своим дедом всю жизнь прожила, ей на производстве от производства дали в квартиру. За ней ее довели, поэтому бедная бабуля просто... Кто ее довел, она сама кого-то отдает в комнату. Давайте ее... Никак ты не угомонишься-то, а? Купить у благообразной старушки большую просторную комнату с балконом и после обнаружить, что ее заняли соседи, это никуда не годится. Старушка оказалась аферисткой? Нет, все не так просто, как кажется. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, учитывая мнение прокурора, полагавшего иск подлежащим удовлетворению, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора и также оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства, решил иск удовлетворить. Признать незаконным перевод истца на другую работу в качестве дисциплинарного взыскания незаконным. Восстановить истца на прежнем месте работы. Суд признает перевод истца на другую работу в качестве дисциплинарного взыскания незаконным, поскольку судом установлено, что к истце было применено дисциплинарное взыскание, не предусмотренное трудовым законодательством Российской Федерации. Перечень дисциплинарных взысканий четко и императивно определен статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации. Также федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены другие виды дисциплинарных взысканий. Однако в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации для медицинских работников, которым является истец, законодательством не предусмотрены другие виды дисциплинарных взысканий. Также законом установлено, что не допускается применение дисциплинарных взысканий не предусмотренных законами, уставами и положениями о дисциплине. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. В вашем случае вы применили два, что совершенно не основано на законе. Кроме того, законодательством не предусмотрен такой вид дисциплинарного взыскания, как перевод с одной работы на другую. Поэтому вид вашего дисциплинарного взыскания вообще не соответствует действующему трудовому законодательству. В связи с чем суд пришел к решению об удовлетворении иска в полном объеме. Решение суда сторонам понятно? Да. Истец, ответчик. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень довольна вынесенным решением и очень рада, что я вернусь на прежнее место работы. Надеюсь, Анна Степановна в скором времени достигнет пенсионного возраста и покинет наше учреждение. А на ее место мы возьмем более ответственного сотрудника. Зал суда. Битва за деньги. Жили от зарплаты до зарплаты. Ни у кого никогда денег не брали. С понедельника по пятницу на нашем телеканале. Думать надо прежде всего о людях. Для этого вы и поставлены на это место работы. Специально для вас бесплатная юридическая консультация. То, что вы делаете сейчас называется правовой шантаж. Больше вы не потеряете ни копейки. Удовлетворен ваш иск. Да. Я не согласен с этим. Истец требует определения порядка пользования двухкомнатной квартирой. Ответчики заявляют встречный иск по определению порядка пользования квартирой, по которому большая комната отходит им. Так, слушаем обоснование вашего иска. Дело в том, на сайте, год назад, на сайте я нашла объявление, где прекрасная бабуля Полина Аркадьевна продает комнату в двухкомнатной квартире, где у нее, значит, двухкомнатная квартира, где одна комната 24 квадратных метра. Меня этот момент, меня очень устроил, я женщина, конечно, в возрасте, но, тем не менее, никто не отменял личную жизнь. Думаю, найду себе принца, и все, моя жизнь будет прекрасна. Вот, в этот момент, значит, прихожу, я уже на осмотр, чтобы заключить уже до конца все документы, чтобы все это было официально. Прихожу в квартиру ответчиков, это пятиэтажный дом. Находимся мы на пятом этаже, двухкомнатной квартире, хорошая квартирка. Одна комната 24 квадратных метра, другая 12 квадратных метров. Прекрасная бабуля меня приглашает в свою комнату, которая 24 квадратных метра. Бывший собственник Доли проживала в большой комнате. В 24 квадратных метрах, да. И когда вы приходили смотреть то, что вы круглая покупаете, вы увидели эту комнату 24 квадратных метра. С большим окном, с большим балконом. Она же вам не комнату продавала, а долю в квартире, правильно? Долю, да, совершенно верно. Правоустанавливающие документы на квартиру, что вы приобрели и договор купли-продажи через судебную приставу в суду передайте. Да, передайте, пожалуйста. На этом пока мы оставим. Идите. Так, квартира состоит из двух комнат. Двух комнат. Одна комната 24 квадратных метра, другая 12. Да, совершенно верно. Вот. Когда я пришла, Полина Аркадьевна показала мне свою комнату 24 квадратных метров. С большим окном, с балконом. В этот момент также находились и ответчики. Так как мы должны были спросить у них разрешение, они тоже не возражали на тот момент, что я куплю одну третью в этой квартире. Собственно, даже Полина Аркадьевна, хочу сказать, это внучка, вот эта вот ответчика, это внучка. У меня имя есть. Мои его свидетели. И, собственно, она продавала эту комнату, эту одну треть, только потому, что они не давали ей жить. Когда вы покупали долю в квартире, не комнату в коммунальной квартире, а долю в жилом помещении, в котором вы обладаете на праве общей долевой собственности вместе с ответчиками. Совершенно верно. То есть, когда вы покупали эту одну третью долю, бывший собственник с ответчиками у них был сложен... Подождите, у меня тут, видимо, что-то... Алло, дорогой, я в суде, чуть позже, хорошо? Хорошо? Извините, Ваша честь. Это вот мой молодой человек. Ну, не молодой, но человек. Отключите сотовый телефон. Я отключила. Это проявление неуважения к другу. Извините, Ваша честь, вот не ожидала, все так неожиданно, так неожиданно произошло, что, в общем, вызвали раньше времени просто. Понимаете, в чем дело? На мой вопрос отвечайте. Еще раз напомните, я его забыла. Когда вы покупали одну третью долю в квартире, которая обладаете сейчас вместе с ответчиками на праве общей долевой собственности, у прежнего собственника с ответчиками был сложен порядок пользования квартирой в высшему собственнику 24 квадратных метра, у ответчиков 12. Поэтому вы считаете, что именно этот порядок пользования, истец, что этот порядок пользования должен перейти, соблюдаться, в том числе с новым собственником. Я же для чего туда приходила смотреть? Я не думаю, я решила так, как закон предусматривает. Все, истец, Ваша позиция понятна. Нет, ну можно я договорю? Ваша позиция понятна. Можно я договорю последнее, а в тот момент, когда я уже своими вещами пришла в квартиру, они действительно открыли медведь. Калькулятором умеешь пользоваться? Но в этой комнате уже оказались вот эти... Мы сейчас ответчиков по данному факту и послушаем. Да, будьте добры, сделаем так, чтобы все-таки 24 квадратных метра стали маленькими. Так, истец, все. Ну что ты говоришь? Успокоились. Ехай к себе домой, там... Так, ответчики, давайте только по очереди, хором не говорить. Ваша честь, категорически не согласны с требованием иститься. И заявляем встречный иск, по которому требуем, чтобы право пользования квартирой и комнатой большой в частности было распределено в строгом соответствии с долями. Вот у Светочки, моей любимой, треть доли, у меня треть, и у нее треть. Вот пусть так все и будет. Значит, наша комната большая, вместе с балконом. Вы по одной трети владеете квартирой. Конечно, я... А вот она в лучший документ через судебного пристава. Потом его по долям выделили. Так, давайте уточним несколько моментов. Площадь жилая в квартире какая? 36 квадратных метров. 36 квадратных метров. То есть идеально делится на 12 и 24. Абсолютно так. То есть бывшим собственником у вас был сложен такой порядок пользования квартирой. Она пользовалась комнатой 24 метра, а вы 12. Лишь только... Правильно? Правильно. Надо бы правильно говорить. Почему такой порядок сложился? Порядок такой сложился лишь только потому, что она моя бабушка. Эту квартиру, да, чисто по моральным соображениям, мы не стали въезжать туда, пока она эту комнату не продала, не купила себе дом где-то в деревне, свалила, нам эту тетку подселила. Мы туда не езжали. Она моя бабушка. Она в этой комнате с своим дедом всю жизнь прожила, ей на производстве от производства дали эту квартиру. Пошлись, да они ее довели, поэтому бедная бабуля просто близко спрашивает. Да кто ее довел, она сама кого хочет, зачем ей идет это бабушка? Давайте ей... Как ты не угомонишься-то, а? Каким образом вы стали собственниками этой квартиры? Бабушка сама это сделала. Все абсолютно добровольно. Все абсолютно добровольно. Добровольно ли это все произошло или нет? На основании чего, ответчик, вы участвовали в приватизации квартиры? Можно вызвать свидетеля, она все расскажет. Вот бабуля как раз здесь. Она свидетель еще? Да, Ваша честь. Полина Аркадьевна, она здесь находится. Конечно, я же пытаюсь об этом вам сказать, а вы не даете мне слова. Давайте, свидетелю вашему послушанному, пригласите, пожалуйста, свидетелей сца в зал. Свидетелей сца, войдите. Вот, мой свидетель, Полина Аркадьевна. Давайте, Полина Аркадьевна, расскажите. Здравствуйте, ваше честь. Представьте, пожалуйста, тишина в зале. Митченко Полина Аркадьевна. Вы являетесь родственницей ответчицей. Да, это моя бабочка, да. Значит, также суд вам разъясняет положение статьи 51 Конституции Российской Федерации о том, что вы имеете право не свидетельствовать против себя, а также против своих близких родственников. Пожалуйста, что можете по делу показать? Я эту квартиру заработала на предприятии за ударный труд в свое время. И когда я прописывала внучку, я ее прописывала с тем условием, что она будет жить в маленькой комнатке, и туда же потом прописала ее мужа. И их это все устраивало. У вас сложился определенный порядок пользования со собственниками. То есть вы этот порядок договорились о нем? Ответчики не возражали? Конечно. Вас это тоже устраивало? И их это самое главное устраивало. Я никогда не был разговоров о том, чтобы поменяться с комнатами нами. Все так было хорошо. Почему сейчас вы считаете, что истец должна получить комнату 24 квадратных метра? Понимаете, внучка стала надо мной издеваться. Мне это не устраивало. Я решила переехать за город. Но они думали, что я уеду, и вся площадь будет их. Поскольку они ко мне очень плохо относились, я решила продать. Сначала вы скажите, вы предложили их. Да, да, я предложила. Предложили купить ответчикам. Ответчики отказались. Дайте я скажу. Я предложила вам купить мою долю. Вы отказались. Тогда я ее выставила на сайт. Люди приобрели ее. То есть в соответствии с законом... Отказались? Правильно? Правильно. И поэтому я наставила... Суду с той позицией сторон понятных, тут удаляется для принятия решений. Пойдешь и... Значит так, еще раз. Я вам не бабуля. Полина, я не арханедую. Не дам вообще. Она пошла оттуда. Вылези. Тихо, тихо, тихо. Что я превратилась? Порядок залива. Вы что, ура? Сама. Конченная. В следующей программе. Моя дочь молодая, красивая женщина. Успокойся, представительница. Водички может... Лежит. На диск ловился, мадик. Плачет. Няня работала в семье по договору об оказании услуг. Она получила инвалидность, закрывая ребенка от падающего на него дерева. Должна ли мать мальчика платить пожизненное ежемесячное пособие в этом случае? Узнаете в суде. Фамилия, имя отчества хотя бы тихо, кто присутствовал на сделке вместе с отцом и царом. Это придуманные люди. Их не существует. Отец. Отец-алкоголик никогда не давал дочери своей любви. Но однажды он захотел отдать ей свою квартиру. Как же получилось, что там теперь живут совсем другие люди? И можно ли вернуть то, что тебе уже не принадлежит? Да муж ушел из-за нее, ваше честь. Ушел все, навсегда. Кранты, я без мужа отстала. Известная колдунья мешает жить соседке по дому. Женщины не поделили дорогу и мужчину. Какая карта им выпадет следующей? Как не превратить собственный дом в приют знахарок и ведунов и не отправиться в дом казенный? Поглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства, решил в первоначальном иске отказать, встречный иск удовлетворить, определить следующий порядок пользования квартиры между собственниками, предоставить в пользование истца комнату жилой площадью 12 квадратных метров, предоставить совместное пользование Зайцевых, Игоря Андреевича и Светланы Сергеевны комнату жилой площадью 24 квадратных метра. Суд принимает такое решение, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению между собственниками, к которому стороны не пришли, а принятие достижения согласия в порядке, устанавливаемым судом. Суд определил пользование истцов по встречному иску, требуемую комнату размером 24 квадратных метра, поскольку размер данной комнаты соразмерен совместно принадлежащим 2 третям доли в жилой площади квартиры. В пользование истца по первоначальному иску суд определил комнату площадью 12 квадратных метров, потому что именно данная комната соразмерна его доле в собственности, которая равна 1 третьей доле квартир. Решение сторона непонятно? Истец, я разъясняю вам, что при договоре купли-продажи вы приобрели лишь только 1 третью доли. Я с вами согласна. И к вам не переходит сложившийся между сторонами порядок пользования жилым помещением. Я пришла, смотрела 24 квадратных метра. Истец, я вам сейчас разъясняю положение закона, а не спрашиваю вас о чем-то. Ну, в общем, будет. Решение суда сторона нам понятно? Ротопровод. Дело закрыто. По башке я тебе дам, ты поняла просто. Вот просто сейчас... Просто... Вы представляете? С телефоном включенным. Я как-то пришла в суд за справедливостью, а получилось все наоборот. Значит, я покупала 24 квадратных метра, а мне оставили 12 квадратных, какую-то конуру. Я считаю, что это неправильно. Значит, дурят нашего брата только так. Мы, на самом деле, очень сильно счастливы. Они нас так мучили. Это бабка, это тетка. И теперь, в конце концов, они успокоятся, отстанут от нас. Мы рады до безумства, мы будем дальше жить. И радоваться, да, этой жизни, потому что нас никто больше запекать не будет. Прям полной грудью задышалась. Да. Прошу всех встать. Что делает друзей врагами? Деньги. Эти деньги заработала я. Я пахала 5 лет на севере для того, чтобы иметь свою квартиру. Что разрушает семьи? Деньги. И тогда жена мне сказала, я тебе, идиоту, 170 тысяч не дам. Решай сам. А я сроду ничего сам не решал. Что развязывает войны? Деньги. Ну-ка, разъявите их немедленно. Зал суда. Битва за деньги. Да откуда я такие деньги возьму? Вон, смотрите, у меня одна мелочь, только в кармане. У меня же и дня на штате. Смотрите с понедельника по 5 на нашем телеканале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok